Все школы Новосибирской области готовы к новому учебному году. В некоторых еще ждут поставку оборудования, но до 1 сентября все будет сделано. Об этом сегодня заявил глава регионального министерства образования. О новых правилах учебы и точках роста в школах в сюжете Андрея Баева. Общеобразовательную школу в селе Раздольное сдали в 2008 году. Сегодня учебное заведение выглядит так, словно новое. Заслуга педагогов и учеников берегут. Вот лично для меня эта школа многое значит, потому что дистанционное обучение это не то, абсолютно не то. Не то, что ты что-то не понимаешь, а скучаешь по своим одноклассникам, по учителям, вообще по этому времени, по вождению в школе. К 1 сентября здесь все готово. Из новшеств меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Чтобы ученики не скапливались в начале учебного дня, людские потоки развели. Например, у этой школы отдельных 4 входа, у каждого класса свое отдельное расписание. Первый и второй вход для начального звена, третий и четвертый для среднего и старшего. Своё расписание уроков теперь в каждом классе. Придется привыкать к занятиям и переменам без школьных звонков. Также, то есть у них перемены будут разные, чтобы не было скопляемости вместе детей. То есть в одном блоке будет в одно время перемена, в другом блоке будет в другом. Не более двух классов будет столовой на каждой перемене. Но у каждого класса своя перемена. Есть нововведения, которые не касаются пандемии. В рамках национального проекта до конца этого года в Новосибирской области появится 42 центра гуманитарного и цифрового образования «Точка роста». Например, в этой школе ребята будут изучать робототехнику, пилотирование квадрокоптеров и программирование. До 2023 года в регионе планируют запустить больше 300 таких центров. Технология, ОБЖ, это могут быть предметы естественно-научного, гуманитарного профиля. Это может быть информатика и КТ, и все что угодно. Школа определяется, и ученики из соседних школ приезжают сюда на занятия на современном оборудовании с хорошими, продвинутыми учителями, которые знают, мы всем повысили квалификацию, которые знают, как работают в таких условиях. Что касается дистанционного обучения, то оно возможно лишь в 10% школ, большинство из которых находятся в Новосибирске. Речь идет об одном учебном дне в неделю, там, где не хватает кабинетов. При этом в нашем регионе торжественные линейки все-таки пройдут в разное время отдельно для каждой параллели. Андрей Баев, Алексей Погодин, Новость ОТС.